МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы поговорим на несколько другую тему. Вот что интересно. Есть два вопроса, которые всегда мучили российских социалистов-революционеров. Что делать и кто виноват? Ну, два вопроса. И сегодня эти вопросы мучат американскую социалистическую партию, которая называется Демократической партией. И через семь месяцев, уже через семь месяцев, будут выборы в Конгресс. Ну и демократы предстанут перед избирателями, а избиратели выражают недовольство экономическим состоянием стороны. Правильно? Мы все с вами выражаем недовольство. Цены на бензин. Цены зашкаливают. Бензин? Окей. И вот о недовольстве избирателей – это свидетельствует опросы общественного мнения. Причем каждому понятно. Так сложилось. Если избиратели недовольны тем, что происходит в стране, то ответственность несет правящая партия. Правящая партия. Так было всегда. Нынче у нас правящая партия – это демократическая партия. У нас в Белом доме пациент Байден. Это не президент, это пациент Байден. А в Конгрессе обе палаты также контролируются демократической партией. Но, естественно, им придется отвечать. Так вот, демократов, естественно, беспокоит вопрос, что делать. Ну, что делать? Несколько примеров из совсем недалекого прошлого. На промежуточных выборах. Наши с вами ждут промежуточные выборы в ноябре. Промежуточные выборы – это выборы между двумя президентскими. У нас были президентские в 20-м, будут в 24-м. Ну, значит, в 22-м промежуточные выборы. Так вот, история такова. Совсем недавняя история. В 1994 году были промежуточные выборы. Президентом был Билл Клинтон. И палаты представителей, его однопартийцы, потеряли 52 мандата. 52 мандата. Причем впервые за 40 лет, впервые за 40 лет палата представителей перешла под контроль республиканской партии. Это у нас выборы 1994 года. Выборы 2010 года в Белом доме у нас отрок по фамилии Хусейн Обама. И промежуточные выборы, его партия потеряла 63 мандата. В 2018 год в Белом доме республиканец Дональд Трамп. И в 2018 году партия Трампа, республиканская партия, потеряла 41 мандат. Это совсем недавняя история. Вопрос, что ждет партию пациента Байдена в предстоящие промежуточные выборы. Мы с вами знаем. Ситуация в палате представителей. У демократов минимальное-минимальное большинство. 212 против 213. То есть, стоит республиканцам отыграть хотя бы 5 мандатов, они становятся в большинстве. Всего 5 мандатов. Причем, нам уже известно, 31 демократ-конгрессмен уходит в отставку. То есть, места остаются вакантными. Ну, а когда борьба идет за вакантное место, отстоять это место гораздо сложнее, чем если бы его отстаивал действующий конгрессмен. И вот вопрос. Два вопроса. Кто виноват вообще в том, что происходит в стране? Ну, на этот вопрос у демократов есть ответ. Прекрасный ответ. Во всем плохом, что происходит в стране, ну, мы с вами знаем. Виноват Дональд Трамп. Окей. Мы все это знаем. Ну, как отвечать на вопрос, что делать? Что делать, чтобы сохранить большинство в палате представителей и даже в Сенате? В Сенате мы с вами знаем. Сейчас 50-50, но решающий голос принадлежит согласно Конституции вице-президенту. Вице-президент у нас Шалава Харрис. Мы ее теперь зовем Шалава. Шалава Харрис. Ну, если 50-50, то ее голос решающий. И у нас есть возможность. Я говорю у нас, у республиканцев. Потому что я республиканец. Когда я говорю у нас есть возможность. Я имею в виду республиканскую партию. У нас есть возможность отвоевать и большинство в Сенате. Вопрос. Что делать? Что делать? Этот вопрос мучит демократическую партию. И вот в попытке ответить на этот вопрос в начале этого месяца, совсем недавно, 10-11 числа, конгрессмены-демократы собрались в городе Филадельфия за закрытыми дверями. Они собрались за закрытыми дверями, чтобы обсудить, отвечать на вопрос, что делать, чтобы не проиграть выборы в ноябре 2022 года. Что делать? Ну, во-первых, такие собрания, вот такие собрания за закрытыми дверями у демократов бывают довольно редко. Это было первое собрание за последние три года. Причем, обычно в прохладное время года, сейчас начало марта прохладное время года, они там собирались 10-11 марта, обычно в прохладное время года демократы собираются там, где тепло. Ну, скажем так, во Флориде, правильно? На этот раз они собрались в Филадельфии. Почему они собрались в Филадельфии? У меня есть предположение, дамы и господа, но мы с вами знаем, Филадельфия это первая столица Соединенных Штатов Америки, первая столица, и в Филадельфии был принят декларация независимости. Ну, мы с вами это знаем. Так вот, они решили обсудить, ответить на вопрос, что делать. Им нужна декларация независимости от республиканской партии. Это мое предположение, я не настаиваю, дамы и господа, на том, что оно вернуло. Вот они собрались в Филадельфии. Причем, филадельфийское собрание, вот их собрание, оно проходило за закрытыми дверями, никакие журналисты не были допущены. И опять на память, на память приходит опять-таки Филадельфия, когда в 1787 году собирался конституционный конгресс, ну, конгресс в 1787 году, 1787 год, на котором была принята конституция. Этот конгресс также проходил за закрытыми дверями. Более того, конгресс 1787 года, там даже были зашторены окна, чтобы не проникал вообще никакой свет. Кстати, у нас есть несколько картин о конституционном конгрессе. Там окна открытые, но, видимо, художники, которые это рисовали, недостаточно хорошо знали историю. Мы с вами историю знаем, правильно, дамы и господа? Так вот, тогда не допускались журналисты, и на этот раз не допускались журналисты. Но есть одна разница. Когда закончился конституционный конгресс, его участники вообще-вообще не общались с журналистами. А нынешнее собрание Демократической партии, они все-таки с журналистами общались. Вот что стало известно. Итак, их всего сегодня в Палате представителей 222 штуки демократов. Я их меряю на штуки. Простите, дамы. А это штучный товар. 22 штуки. Но вот на собрание Филадельфию не все 22 штуки приехали. Их было меньше. Об этом сообщило агентство Associated Press. Причем это агентство не называет, сколько на самом деле собралось. Но сообщает, было чуть-чуть меньше. Окей. Кто не приехал. Опять-таки, нам имена неизвестны. Кто не приехал. Я предполагаю, что вот те 31, которые уже не будут переизбираться, они решили, а что нам терять время куда-то собираться. Нас все равно эти выборы уже не касаются. Окей. То есть, видимо, многие из этих 31, которые пошли в отставку, уходят в отставку, они не приезжали. Но нам доподлинно известно. Это уже сообщила газета New York Times. Мы с вами этой газете верим. Правильно? New York Times. Но бывает фейк-ньюс, но иногда фейк-ньюс не бывает. Она сообщила, газета, что на Филадельфийском собрании присутствовали все 32 конгрессмена-демократа, все 32, которым предстоит трудная борьба за выживание. Почему трудная борьба за выживание? Они победили в 2020 году на выборах в тех округах, в некоторых из которых победил Трамп, а в некоторых округах, хотя и победил Байден, но они, эти конгрессмены, побеждали с преимуществом менее чем в 2% голосов. Вот таких 32 штуки. И эти 32 штуки собираются сражаться за свои места. Их конкретно беспокоит вопрос, что делать. И вот один из них, это фамилия Джош Готтхаймер. Джош Готтхаймер. Это нью-джерсийский конгрессмен. Он объявил, что следует делать. Я цитирую господина Готтхаймера. Это то, что он сказал журналистам. Следует заниматься тем, что объединяет, а не разделяет. Нас сплачивает забота о ветеранах и борьба с наркотиками. Окей. Вот это их всех может объединить в палате представителей. Забота о ветеранах и борьба с наркотиками. Это говорил человек, которому предстоит серьезная борьба за то, чтобы сохранить свой мандат. Но вопрос. А готовы ли вот к такой совместному содружеству? Демократы-социалисты, у них совершенно другие планы и идеи их мало беспокоит то, что беспокоит господина Готтхаймера. Так вот, они еще не знают ответа на вопрос, что делать. Тем не менее, предложение уже есть. Я зачитаю предложение, с которым выступила госпожа Промила Джапал. Это гражданка, она из штата Вашингтон. Она возглавляет в палате представителей совет прогрессистов. Это прогрессив кокос. Там тоже несколько штук ее единомышленников-социалистов. Так вот, когда она отвечала на вопрос, что делать, что делать, она уже исходила из того, что демократы уступят большинству мандатов. И поэтому, отвечая на вопрос, она советует пациенту Байдену уже сегодня, что делать. Что делать, считает эта госпожа Промила Джапал. Она советует Байдену перестать ориентироваться на решения Конгресса, а начать действовать президентскими указами. Она считает, что президентскими указами можно добиться гораздо больше, чем законодательным органам, американским Конгрессом. Права она или не права, дамы и господа? Да, действительно, есть вопросы, есть проблемы, которые можно решать розчерком президентским указом. Но чем хорош и чем плохо этот президентский указ? Президентский указ, он действует пока в белом доме находится сам президент или ему на смену придет его однопартиец. Но если на смену президенту, демократу, придет президент-республиканец, то он может отменить розчерком пера президентские указы. Но я напомню, что когда Байден вошел в белый дом, это было 20 января 2021 года, то он издал несколько президентских указов, которые отменяли президентские указы Дональда Трампа. Таким образом, возвращаясь к этой мадам, социалистки Джапал, она советует Байдену уже сегодня начать действовать президентскими указами. Окей. Теперь, отвечая на вопрос, что делать, что делать, вот это собрание демократов в Филадельфии, они не заглядывали дальше ноября 2022 года, потому что их сегодня беспокоит только промежуточные выборы, которые будут через 7 месяцев. Они не заглядывали не в 2024 год, это год президентских выборов, они не заглядывали дальше. Но есть люди, есть демократы, которых беспокоит не только ближайшая перспектива, не только промежуточные выборы, а беспокоит дальнейшее существование демократической партии. И вот мое внимание, дамы и господа, привлекла книга, она у меня есть, я сейчас вам ее покажу. Книга, которую написал профессор истории Джорджтаунского университета Майкл Казин. Эта книжка называется «Что нужно для победы?» «Что нужно для победы?» Вот эта книжка «Что нужно для победы?» Ну, в переводе на русский язык, это «Вот и тук ту вин». Вот и тук ту вин, что нужно для победы. У нее интересный подзаголовок у этой книжки «История демократической партии». Я именно поэтому и приобрел эту книжку, потому что я обратил внимание на подзаголовок «История демократической партии». И я не ошибся, не ошибся. Вот что интересно. Ну, обычно историки, профессора истории, профессиональные историки, когда они пишут книжки какие-то, они не хотят, чтобы были видны их идеологические уши. И, дескать, историк, он выступает как нейтральный человек. И демократ, он и республиканец. Ну, неважно, быть нейтральным. Заслуга профессора Казина в том, что он не скрывает. Да, я профессор-историк, я демократ. И его, когда вы читаете вот эту книжку «История демократической партии», его волнует история демократической партии, прошлое, настоящее, то, что будет в будущем. Причем эта история достаточно интересная. Он прослеживает историю демократической партии от ее возникновения. Я напомню, демократическую партию создали Эндрю Джексон и Мартин Ван Бюрин. Тот и другой были президентами. Эндрю Джексон был с 1829 года по 1937, а Мартин Бюрин был следующие четыре года. Так вот, Казин, он прослеживает историю демократической партии от момента ее создания, ну и буквально до наших дней. И прослеживая, он предлагает, что нужно сделать для победы. Вот он анализирует историю демократической партии. И он подчеркивает, что демократической партии всегда сопутствовал успех, когда она опиралась на общественное движение. Он так и называет social movement. Когда какой-то social movement, общественное движение поддерживали демократическую партию, демократическая партия побеждала. Он приводит несколько примеров. Я приведу два примера из его книги. Причем я сразу пощеркиваю, это те примеры, которые приводит он. Я еще в чем-то с ним не согласен, но сегодня я не собираюсь вступать с ним в дискуссию. Я просто хочу изложить его взгляды на то, как нужно побеждать. Итак, его два примера. Когда общественное движение помогало демократической партии, это, во-первых, 30-е годы прошлого века. Это президентство Франклина Дилана Рузвельта. И это 60-е годы, когда президентом был Джон Кеннеди, а потом Линдон Джонсон. Так вот, он подчеркивает, политика Франклина Дилана Рузвельта, она способствовала объединению профсоюзного движения с движением за социальные права. И вот эти, объединившись, эти два движения создали массовое общественное движение. Поэтому, пишет он, ФДР побеждал на выборах. Политика Джона Кеннеди и Линдона Джонсона объединила американцев в борьбе за расовое равноправие. Опять-таки, профессор пишет, вот это объединение, общественное движение борьбы за расовое равноправие, оно помогло демократам одержать победу в 60-м году и в 64-м году. Это его позиция. Теперь, переходим к современности. Профессор Казин упрекает Барака Обаму в том, что он не сумел создать коалиции, не сумел создать общественного движения, которое проталкивало бы вперед демократическую партию. Это пишет он. Причем, он подчеркивает, впервые с начала 20-го века, с президентства Вудера Вильсона, рабочий класс отвернулся от демократической партии. Мы с вами знаем, что рабочий класс способствовал победе Дональда Трампа на выборах в 2016-м году и на, прощу прощения, на украденных у Трампа выборах в 2020-м году. Рабочий класс опять-таки был на стороне республиканской партии. Так вот, профессор Казин сознает, я цитирую профессора, «Демократы, гордо именующие себя социалистами, могут оттолкнуть даже тех, кто поддерживал кандидата в демократической партии из выборов в выборы». То есть он выступает против социализации демократической партии. Он приводит пример три движения, которые, сейчас я их назову, которые были местными движениями, но они никогда не стали общенациональными движениями. В частности, Казин пишет движение «Оккупируй Олл-стрит». Ну, мы с вами знаем такое движение. Оно не переросло в общенациональное, и, по мнению Казина, не могло стать общенациональным. Следующее движение, которого мы свидетели сегодня, «Жизни черных важны». БЛМ. «Жизни черных важны». Опять-таки, Казин считает, профессор считает, что это движение не станет общенациональным. Ну, и, конечно, он пишет еще об одном движении. Это движение лесбияных, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров. Ну, там несколько букв. Он тоже станет «Окей, эти люди поддерживают демократическую партию, но это движение никогда не станет общенациональным». Итак, я считаю, что любители американской истории, они с интересом прочитают книжку профессора Казина. Причем, если республиканцев, таких как я, эта книжка может привести в хорошее состояние духа, потому что профессор не видит большого будущего у демократической партии, то читатели-демократы, они будут несколько обескуражены, потому что они полагают, что какое-то найдется общественное движение, ну, например, общественное движение за сохранение климата в его нынешнем состоянии, общественное движение против глобального утепления и так далее, и так далее. А демократы на это надеются, что это может стать общественным движением. Но пока что профессор Казин, он обходит эту проблему чуть-чуть стороной. Я подозреваю, что он тоже считает, что борьба с потеплением климата, борьба за то, чтобы global change, climate change, чтобы не происходила climate change, он не уверен, что в этом можно кое-что достичь. Я думаю, что Казин достаточно образованный человек, он знает, что планета Земля существует миллионы, миллионы, миллионы лет, и за это время всегда был global climate change. Итак, дамы и господа, теперь перейдем к тому, что происходит в наши дни сегодня. У демократы они считают, они нашли конек, конек, на котором можно будет въехать, опять-таки, с большинством мандатов в Конгресс, в Палату представителей, в Сенат после выборов ноября 2022 года. Они избрали этим коньком, который они хотят оседлать, они избрали война в Украине. Окей. Эта война может объединить большинство демократов-политиков. И демократы надеются, надеются, что война подымет рейтинг Байдена, подымет выше 50%. Мы с вами знаем, последние опросы общественного мнения опровергают желания демократов. Война не помогает Байдену повысить свой рейтинг. Ни в коем случае не помогают. Вопрос. Байден, мы с вами знаем, и демократы обвиняют войну и Путина, не только войну Путина, в том, что у нас растут цены на бензин, и инфляция виноват Путин. Опять-таки, опросы общественного мнения показывают, что большинство американцев на эту наживку не клюют. Итак, что делать, дамы и господа? У них ставка на Украину. Поэтому, это мой вывод. Вы можете со мной не согласиться. В целях демократической партии, я считаю, Байдена и его демократической межпухи. Их цель. Как можно дольше была бы война в Украине. Как можно дольше не помогать Украине так, чтобы она путинскую сволощи своей стороны выставила. Потому что, если война вдруг заканчится сегодня, то демократическая партия окажется без козыря. Они считают войну в Украине своим избирательным козырем. Поэтому, вы можете со мной не согласиться. Мое мнение, их цель, чем дольше будет война, тем лучше, чтобы избиратели не забыли к ноябрю 22-го года о том, что война и в том, что демократы Байден помогал каким-то образом Украине. На этом, дамы и господа, я заканчиваю свой монолог. Я не знаю, получили ли мы с вами ответ на вопрос, что делать, который волнует не нас с вами, а волнует демократическую партию. Возможно, какие-то контуры ответа мне удалось, как теперь говорят, озвучить. Будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова